Всем привет! Вы на канале Бокс с глазами тренера. Сегодня работа на мешке на дальней дистанции. И первый раунд мы отрабатываем джеб. Прямой удар левой рукой, основной в боксе. Правая рука на защите, добавляет финты немного. Но атака прямым ударом левой рукой. В голову, в живот, сдвоенный, стройный. Жесткий атакующий, контр-атакующий из уклон или после оттяжки. Просто как финт. Пытаемся использовать все разнообразие этого, казалось бы, одиночного технического действия. Так, второй раунд у нас засаживаем силовое правой рукой. Проблема у ребят достаточно серьезная. Во время проведения двойки либо комбинации почтальон, на джебе они уже заваливаются на левую ногу. И правый удар получается довольно-таки слабым. То есть сейчас мы упираемся левой рукой в мешок. Загружаем при этом правую ногу. То есть когда джеб в мешке, правая нога согнута в колени. В произвольно выбранный момент наносим акцентированный правый удар. И все внимание на то, чтобы вкрутиться в него. То есть забрать левое плечо, развернуть правую ножку. Вадим просто эталомно выполняет. Это простое, но очень важное упражнение. Раунд номер три. И мы, извиняюсь, задрачиваем одну из разновидностей почтальона. Два удара левой в разной уровне. Джеб в голову, джеб в живот. Либо живот-голова. И заканчиваем жестким правым ударом. Чуть-чуть добавь ножки. Подвигайся от снаряда к снаряду. Не забываем про защиты. Момент, который многие упускают, опять-таки, что работая на мешке, не надо стоять как деревяшка. Двигаемся, защиты добавляем. То есть по сути работа на мешке это имитация боя с соперником. Соперник худо-бедно тоже в вас бросает удары. Поэтому пробив комбинацию, сделайте хотя бы какую-то защиту. А лучше включите побольше ножки. Сблизились, разорвали дистанцию. В общем, но стоять как скопанный не стоит. Опасно для здоровья. Прививать себе подобные навыки. Раунд номер четыре. Учимся связывать прямой-боковой. Как правило, боковые, когда заходят сразу после прямых ударов, без разрыва темпа и защиты между ними. Самый простой вариант. Прямой-левый, правый, сбоку. Прямой-правый, левый, сбоку. Боковой удар старается наносить подлиннее. То есть локтевой сустав разгибаем на угол более чем 90 градусов. В принципе, так. Задание вообще элементарное. Первый класс боксерской школы. По истечении четырех раундов я пришел к выводу, что наши начинающие боксерские одарования в принципе не понимают, что на ногах можно двигаться. Что есть челнок, есть скольжение к сопернику, есть сайдстепы. Куча веселых движений на ногах. Вольный бой пошел на мешках. Вот, поэтому сейчас мы делим раунд на 30-секундные отрезки, в которых 30 секунд у нас идут тупо ноги. Постоянная работа в челночке. Постоянно загружаем нижние конечности. После чего 30 секунд ведем довольно агрессивный, вольный бой. Бить куда бедно научились, а двигаться хрен. В принципе мой косяк как тренера. Поменяли технику, пошел челнок. И вот мы порхаем как бабочки. Ножки подвижные, легкие, веселые. Приучаем себя двигаться. Побольше, повеселее и побольше контроля держать над ногами. Никакого прыжка вверх, трога вперед-назад.